Привет, дорогусики, привет, привет! Прямой эфир, прямой эфир. Жарим яички, яички жарим. Вот так вот, вот так вот. Сегодня проснулись, сегодня завтрак. Хочется макбанга, хочется макбанга. Тири-тили, трали-бали. Это мы не проходили, это нам не задавали. Парам-пам-пам, парам-пам-пам. Все оставшиеся у нас варют нафиг. А то никого нет, детей нет, кто что-то не доел. И мы сейчас быстренько. Тири-тин-тин, тири-тин-тин. Та-та-та-та-та-та. Тири-там-тин, тири-там-тин. Тири-там-тин-тин-тин. Оп-ля, оп-ля. Так, что? Сейчас подливаем водички. Так, или что, мы даже звездочки сделаем, да? Я буду есть без звездочек. Вот тоже скажите, так скажете, да? Так, тут что у нас? Вот сейчас, убрали. 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 Так. Так, 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 так. Так. Так, все, сосисочки поставила в микроволновку. Так. Так. Видите, они проливаются. Бывает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Когда папа поврелся. Сегодня последний день. Мы в этом номере. В смысле до завтра. Завтра к Алисе. А то дитя уже обижается. Да что ж ты, падла. Не идешь к мамочке. Вчера была вальшка с ребятишками. Вот знаете, что значит воспитание? Чьё не знаю. Ну то есть вот родился ребенок в Америке, да? Санька он американец. Тоня приехала, ей было два года. Ну и Тоня по сути. То есть маленькие дети, появившиеся или приехавшие в Америку. Это просто трындец, ребята. Понимаете в чем дело? Вчера вот лежала, думала, почему? Здесь вот ребенок. Здесь вот ребенок. Маленькое, дурное кажется. Он никогда не станет писать в бассейн. А вчера валью говорю, он мне задолбал. Этот, хлебает воду с бассейна, в том писать бегает. Я говорю, а ему никогда в голову не приходило так пописать? Она говорит, ты что, он американец? А попробуй ему такое сказать. Или Тони? Ну мы так смеялись. Ему в голову не придет. Вот знаете, все-таки вот когда реально воспитывают. Вы понимаете в чем дело? Ведь воспитывают по сути не столько родители, сколько общество. У нас же тоже очень многие родители говорят детям. Нельзя писать в море. Есть туалеты. Может быть они не такие там, как здесь для детей. Но тем не менее куда-то ходить можно. Ребят, как это вкусно. Не буду этой рукой дергать. Такое ощущение, как будто из-за нее у меня. Микрофон, йокай. Многие из нас учим своих детей не писать в океан, не писать в море, в бассейн. В какой-нибудь Турции, Египте вообще угрожают. Смотри, написишь, пена вокруг тебя поднимется. Я даже не знаю, правда это или нет. Но, ну мне так кажется, из-за того, что ребенок видит, что кто-то это делает, и кому-то, ну, родители это говорят даже, иди, 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 не хочу тебя в туалет везти, иди, иди, пописи в море. Тихонько. Что говорить, взрослые это делают, блядь, что тут? Может, поэтому наши дети позволяют себе такое? И люди? Я не знаю, от чего это зависит. А чего вдруг я такой разговор завела, да? На вкусном макбанге. Почему так? И этому ребенку ты никогда не заставишь и не докажешь, что он должен послушать взрослого и написать бассейн. Ну, почему же такие глаза делаются? Потому что Валя вчера думала, ну же, этот. Ну, так еще, так себе еще болтает. Когда понимаем, когда не понимаем. И Валя вчера, ты что? А он, типа, пописать-попить. Ты написал бассейн? Сосисточки милые дела. Что-то папочка не хочет на бассейн, хочет на океан, сейчас пойдем на океан. Нашли бы я свой спрей, соточку. Эти полтинники, 60, от них сгораешь. А вы как думаете, почему где-то дети могут себе позволить, например, я привожу, к примеру, Валечку мою, да? Нам всегда говорили родители, например. Да и вообще все. Ты идешь в лес, да, на пикник. Где туалет? Везде. Везде. А Валечка, вот с самого детства, мы пойдем на шашлыки. Если надо, в туалет. Она мне весь мозг, блядь, выезд, но мне придется ее везти в унитаз домой. Понимаете? Никогда она не гадила там где-то в лесу под деревьями. Понимаете? От чего это зависит? Я не знаю. Сейчас я умру просто, ребятки. Я вас люблю, целую. Могу похвастаться. У меня уже полноценный канал. Мне уже открыли монетизацию. Спасибо вам огромное. Это только за ваши... Это ваши заслуги. За то, что вы меня смотрите. Спасибо вам огромное. Пишите мне письма, пожалуйста, девочки, мальчики. Пишите мне письма. Мы будем рассуждать, мы будем разговаривать на эту тему. Не бойтесь. Если нужно, я не имен ничего никогда не назову. А мы на океан. Расстряхивать жиры. Ой, объелась, мамочки. Все, пока-пока. Я вас люблю. Господи, как ее красиво так поставить, чтобы вам не было страшно. Пока-пока, дорогие мои. Вы у меня самые лучшие. Спасибо вам еще раз за мой канал. Мне он приносит удовольствие. Вот этот вот канал, с которым вот сижу я с тарелочкой, а рядом за столом все вы со мной. И мы просто болтаем. Просто болтаем. А я слушаю вас. Пока-пока.